Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале Жизнь без неврозы. И сегодня мы с вами говорим про то, как изменить свою жизнь за 6 месяцев. За гребаные 6 месяцев изменить свою жизнь. Этот весь канал про ваше психическое и физическое здоровье. Я здесь делаю все, показываю все методы, все способы для того, чтобы воздействовать, привести свою жизнь в более-менее порядочное состояние из любого таунхауза. Я сама была из таунхауза и, соответственно, хочется сказать, что все реально, все возможно. Соответственно, 6 месяцев. Что нужно сделать, чтобы ваша жизнь за 6 месяцев стала более упорядоченной? Первое. Нужно стратегически продумать те болевые точки, которые действительно существуют у вас. У кого-то болевая точка – это финансы, у кого-то болевая точка – это здоровье, у кого-то болевая точка – это отношения критичные, критические. У кого-то болят вообще все точки, у кого-то болит душа. И в каждой этой истории важно для себя сделать просто какую-то выжимку, выборку того, как вы будете на это реагировать, как вы будете с этим справляться. Что это значит, как вы будете с этим справляться? Это и значит, что вы разрабатываете по каждому моменту свой стратегический план. Например, прямо сейчас вам живые примеры буду давать. Ко мне приходит в консультацию женщина, у которой болят отношения. Болят отношения. И ее задача же за 6 месяцев – изменить ту ситуацию, в которой она находится. Не замужем, без детей, 37 лет. 6 месяцев до 37 лет этого не получалось сделать. Почему? Потому что хаотичное времяпровождение с решением данного вопроса. Так как же решить этот вопрос, если действительно он не решался столько-столько времени? Первое, что нужно сделать – это поставить для себя приоритеты и точки приложения. В точке приложения решение того, как вы сможете решить ту или иную задачу. То есть, она пришла и у нее были попытки, например, встречаться в Тиндере, как-то нанимать там какого-то психолога, который сводит. Ну, не психолога, а как это называется, в общем, не сваха, а человек, который помогает найти партнера. Но это было неосознанно как-то два раза и, в общем, не было результата. Что нужно сделать четко? Нужно сделать для себя как минимум 10-15 вариантов того, как вы будете решать эту проблему и ежедневно, ежедневно включать один из пунктов и применять. Это очень важно. Если есть запрос, мы его прописываем. Например, в 30 лет становлюсь дизайнером. Вообще не понимаю в технологиях. Вообще ноль, вообще нулевая. У меня была такая консультация. И да, человек становится не потому, что он купил себе брендированные курсы, а потому что ежедневный просмотр видео, обучающих роликов, ежедневная работа, своя личная, ежедневный труд в моменты переживания, кризисов, да, все равно проработка и встречи, например, со мной, которые поддерживали тогда, когда руки просто уже опускались и обваливались, и говорилось о том, что все это не мое, это не мне, потому что я раньше была мастером маникюра, а теперь, видите ли, архитектурным дизайном занялась, и это не для меня. Я была, как бы, я рисовала, но по ногтям, ну хотя бы рисовал человек. А есть люди, которые переходят в другую область. Так что нужно сделать за 6 месяцев? Первое – это включить задачу. Второе – ежедневно делать шаги. Третье – найти себе ментора или коуча, который будет поддерживать и оценивать вариабельность ваших провалов и поддерживать, когда вам уже очень больно и хочется отказаться. Следующее – очень важно для себя, для того, чтобы поддерживались ваши остальные костыли, да, жизненные, включить моменты, которые влияют на то, как вы чувствуете себя. Это душ, это рацион, это массажи, это все, что стимулирует ваше тело, для того, чтобы вы могли решать глубокие задачи. Следующее – обязательно в практике я прошу своих клиентов работать с дневником убеждений. Каждый раз, когда возникает суперпозиция, ну, в общем, давайте про простом, когда у вас возникает сопротивление к решению задачи, очень важно дать себе опровержение. То есть, почему я все равно должен это сделать? Я не могу идти, я не могу идти на спорт. Почему ты хоть идешь на спорт? Вот, у меня 15 килограмм лишнего веса. Ну, как бы, да, можно на спорты не ходить, можно и дома, но если тебе легче со спортом, и ты действительно чувствуешь себя лучше, то почему бы и да. Следующее – чтобы за 6 месяцев изменить свою жизнь, важно ввести блокнот. Блокнот оценки того, как вы изменились. Не как была жизнь ваша в 25-23, а где вы сейчас? Где вы сейчас? От того момента. И ввести ежедневный план, то есть, вычеркивать, грубо говоря, быть педантом в своей жизни. Что это значит? Я абсолютно не педант. Я вообще ни разу не педант. Я креативный творческий человек, но я умею включать в себе этого педанта. Я пересматриваю свои цели на 6 месяцев, на неделю, на месяц, и пишу каждый день то, что мне нужно создать. Каждый божий день. Я встаю и записываю. Мне нужно делать... Не потому, что у меня атрофия мозга, или там я чего-то там забываю. Наоборот, у меня очень быстрое схватывающее мышление. Я очень быстро схватываю. Бывает, даже пугаюсь от того, насколько быстро могу фиксировать информацию, но так же быстро ее мы вытесням, если она нам не нужна. Соответственно, эти записи дают мне возможность поддерживать себя в том направлении, которое я определила в спокойном состоянии. И очень важно возвращаться и пересматривать, потому что многие застревают за 6 месяцев в колесе. То есть, не получилось, человек застрял, уперся и начинает играть заезженная пластинка. Что это такое? Ну, я же должен опять это повторить. Почему люди оказываются на том же рабочем месте? Или с той же женщиной, от которой уже тошнит? Потому что они не могут выбрать другое. Это реально сложно, офигеть сложно пойти и выбрать другое. Это как мне говорят, вы будете кофе или чай? Я такая, кофе, блин, я же договорилась с собой на чай. То есть, сначала мозг будет просить автоматически то, к чему вы привыкли. За 6 месяцев важно изменить еще и моменты чувств. Научиться чувствовать, что не хватает, что не нравится, что бесит, что раздражает, чего не хотите. Если умеете с этим работать, то супер. Как оценить, что за 6 месяцев ваша жизнь изменилась? Вы получили нужное. Вы чувствуете себя физически лучше. Вас отпустило ментально. Возле вас появилась куча прикольных, интересных для вас людей. Вот так, друзья. Это краткое видео для тех, кто реально хочет. Пишите под видео, что вы стартуете или я готов или готова. Можете даже записать некоторые свои цели. Для чего? Это чисто для вас, чтобы вселенная и люди, и вы чувствовали некоторую ответственность. Для чего? Мы все боимся ответственности. Но когда она есть и она осознанная, то это только помогает. Почему человек, который хочет заняться бегом, ищет каких-то рядом бегунов? Потому что ему интересно, чтобы его поддерживали, когда уже нет сил. Пока.